Просят рассказать немного о Эльвизе и еще в дополнение ко всему этому сроки рассмотрения во время подачи на Эльвизе. Я туда немножко добавлю, там был такой вопрос, а вот есть ли какая-то минимальная сумма, с которой можно реалистично получить Эльван? И еще там есть вопрос, а правда ли что? Эльван не продляют после трех лет большинству или так далее. Насколько велик шанс, что она продлится? Окей, минимальной суммы вложения по Эльвизе нет, это зависит от типа бизнеса, то есть вы знаете примерно, что такое Эльвиза? Это если у вас есть бизнес в вашей стране, этот бизнес действующий, вы открываете филиал этого бизнеса или вы открываете не филиал, а просто вы учредитель одного бизнеса и второго. И вы себя самого или саму переводите как работника, допустим, менеджера или экзекьютива, директора бизнеса со своего бизнеса в своей стране в бизнес, который находится в штатах. Называется Эльвиза, это Intra Company Transfer. Или для специалистов, которые работают в одном офисе, а потом переводятся в офис в Америке. Конкретной суммы, сколько нужно вложить на открытие бизнеса в Америке, нет. Просто это зависит от рода бизнеса. Если, например, вам нужен просто маленький офис и все происходит на интернете, то вложения будут минимальными. Если вы что-то производите и продаете, то у вас вложение будет гораздо больше. То есть сумма денег, которая вкладывается, должна соответствовать роду бизнеса. Сроки рассмотрения, ну как бы в среднем, где-то от 3 до 6 месяцев и есть возможность подать на ускоренное рассмотрение. То есть в некоторых случаях меньше месяца занимает, чтобы получить Эльвизу. Я такого не слышала, чтобы ее не продлевали после трех лет, если все идет нормально. То есть обычно лимит, как бы там есть два вида Эльвизы. Есть лимит 5 лет, есть лимит 7 лет. А если человек больше половины времени отсутствует, то что по Эльвизе разрешается много времени проводить за границей. То есть по Эльвизе это не как грин-карт. По ней наоборот можно приезжать и уезжать. Если человек меньше времени, чем год, меньше, чем полгода каждый год проводит по Эльвизе в Штатах, то эту визу могут бесконечно продлевать. То есть тогда лимит 5 или 7 лет даже не набирается. Поэтому, если кому-то не продлили ее после трех лет, скорее всего там были причины, связанные с бизнесом или в Америке, или в их стране, по которой не продлили. А есть какие-то ожидания от того, как идет бизнес? Вот он, может быть, минимальные суммы открыл офис и дальше пользуется этим как иммиграционной визой. А вот есть в этом смысле какие-то требования к успешности бизнеса, к операциям, к количеству сотрудников, к прибыли, к налогам? Я не знаю. Количество сотрудников желательно, чтобы было больше половины местных сотрудников. А сколько? А всего? Всего нет. То есть могут быть очень маленькие бизнесы, например, три человека. То есть сам человек, который себе сделал л-визу, плюс два местных работника. Уже будет достаточно. И если бизнес идет не очень хорошо, то в принципе человек может успеть получить крин-карту после л-визы, обычно по EB1 категории, там где не нужно подтверждения департамента труда. И тогда человек может потом закрыть этот бизнес. То есть его не нужно вечно держать, если он неуспешный. Как бы лучше всего, чтобы бизнес шел не в минус, чтобы он был на каком-то подъеме. Иначе не верят тогда искренности, как бы нужды вообще в этом бизнесе. То есть это может сказаться на последующем получивании грин-карты? Да. То есть желательно, чтобы он… Не обязательно, чтобы он сразу зарабатывал много денег, но первый год ожиданий больших нет. Главное, чтобы бизнес был в планах развития, а потом дальше, чтобы хотя бы какие-то операции там проходили, транзакции, то есть чтобы этот бизнес не стоял на месте. Вот. Да. То есть смотрят, когда дают грин-карту, действующий этот бизнес, реальный ли он или нет. Могут прийти на место, в офис могут прийти, посмотреть, что происходит, попросить много документов, посмотреть сайт и так далее.